Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня я хотел объявить в эфире, что в пятницу в 17 часов до 22 мы объявляем субботаж. Очень много наших подписчиков, наших последователей озвучивали и предлагали, что необходимо вернуться к идее субботажа и начать заново его снова проводить. Но прежде чем откомментировать, что такое субботаж, я хотел бы коротко изложить ситуацию, связанную с тем, что как можем мы, граждане Казахстана, осуществлять свои гражданские права? Ну, в частности, право на митинг, право на шествие, на пикеты. Я снова и снова хочу повторить, что Казахстан подписал международные договора, которые обеспечивают безусловное право гражданам Казахстана участвовать на разных митингах. И для этого не требуется никакого разрешения. Достаточно уведомить власти, собственно, что мы и делаем. И в соответствии с этими конвенциями, которые подписал Казахстан, власти не имеют никакого права препятствовать. И все те действия, которые осуществляла власть 25 сентября или предыдущие дни, когда мы объявляли о митингах, чтобы все прекрасно понимали, это идет прямое нарушение международных договоров. В Конституции Казахстана четко написано, что международные договора по своему статусу стоят выше, чем внутренние законы. В этой же Конституции четко написано, что это безусловное право наших граждан, которое никто не может регулировать какими-то подзаконными актами, поправками, ссылками на разрешение местных властей. Сейчас власти прикрылись. Якобы этот новый закон, который принят, носит уведомительный характер, который предполагает, на самом деле, по сути, не только получение разрешения на митинг, но и он очень жесткий по своему смыслу. То есть вы должны подать уведомление местные органы власти. До этого момента, до тех пор, пока власть вам, подчеркиваю, не разрешит проведение митинга, вы не имеете права давать даже рекламу. Вот в соответствии такой подзаконный акт противоречия как Конституции, так и международным договорам. Ну и получается следующим образом. В случае положительного развития событий, вы пишете местные власти, чтобы они дали разрешение на митинг, но якобы уведомили власти, они в течение пяти дней рассматривают, затем вам отказывают, и вы не имеете права провести митинг. Ну, допустим, если вам вдруг власти дали разрешение, а, как известно, власти дают разрешение только тем, кто явно провластны. Это мы все должны выучить наизусть. Если кто-то получил разрешение на митинг, значит он провластен, это автоматически. И поэтому пусть своим законом режим Назарбаев не козыряет, якобы он носит уведомительный характер, это неправда. Более того, если вы заявку на митинг подаете и говорите, что, например, условно, у вас количество тех людей, которые придут на митинг, составляет тысячи, а придет две или больше тысячи, то организаторы привлекаются к ответственности. Если на митинге кто-то вдруг, скажем, прокричит какие-то требования, которые не соответствуют теме митинга, то, опять же, организаторы наказываются. И там существует много разных крючков, которые фактически позволяют любой митинг, протест граждан превратить в партийное собрание Нуратана. Как вы понимаете, нам такой митинг не нужен. Пусть Нуратан у себя в кабинете, у Нуратана Назарбаева там и митингует. Наши граждане, в соответствии с всеми международными договорами, Конституции имеют полное право выражать свое мнение, несогласие, свою позицию именно на митингах. Но мы все знаем, что в авторитарных странах власти придумывают тысячи способов, чтобы эти митинги не происходили. И поэтому люди должны реализовывать свои конституционные права и придумывать разные модели поведения, такие, которые не позволяют режиму применять санкции. Ну, в частности, в России была очень известная форма идти кормить голубей. Вы знаете, там в Москве и в других городах люди шли якобы кормить голубей. И законодательно это невозможно никак этому помешать. И, по сути дела, полиция, если останавливала людей, если их увозила в отделение полиции за то, что люди просто кормят голубей, фактически нарушали действующие законы. То есть, превышение должностных полномочий со всеми вытекающими последствиями. Фактически, те полицейские, которые исполняют такого рода приказы, они сразу попадают под санкции, под нормы действующего законодательства. Конечно, мы такие механизмы можем разработать сколько угодно. И как бы власть не препятствовала, они в случае, если будут мешать, то, по сути, нарушают законодательство. Ну, вы помните, как в 2018 году, когда мы призвали наших сторонников выходить с голубыми шарами, полицейские подбегали к детям, у которого были голубые, красные, желтые шары, и отрезали именно голубой шар. Это, конечно, было безумие, и, соответственно, была международная реакция. И буквально через несколько дней департамент Министерства внутренних дел Казахстана сделал заявление, что это, они не давали такие указания, что это вот перебор тупых полицейских. Таким образом, они бросили на съедение рядовых полицейских, которые исполняли приказ власти. Вот такими приемами мы делаем из режима дураков, во-первых. Во-вторых, они сами попадают под действие действующего законодательства и фактически нарушают законы. Не случайно, когда 25 сентября были митинги, полицейские отлавливали по три человека, если кто-то идет, мгновенно нападали, забрасывали в автозак, потом привозили в полицию и не оформляли протоколы задержания, потому что это просто незаконные действия. И многие активисты совершили ошибку, не сняв это на телефоны, и, собственно, вы потеряли инструмент давления на представителей полиции. И вот такие бандитские налеты, когда область совершает, они снова и снова нарушают внутренние законодательства, нормы международных договоров. И, конечно же, терпение тех стран, с которыми подписал Казахстан такого рода соглашение, не безгранично. Я хочу показать пример Беларуси, когда сейчас объявлено о введении ряда санкций со стороны Великобритании и Канады. Сегодня Евросоюз будет заседать, чтобы решить вопрос о санкции применения против Лукашенко и его ближайших сподвижников. Санкции будут масштабные, конечно, это ударит по экономике, будут аресты его счетов, ближайших сподвижников. То есть, проблемы будут очень серьезные. И фактически эта власть превратится в чемодан без ручки для Путина, которые так или иначе поддерживают. И все легенды о том, что это эффективная белорусская экономика, просто рухнут. Потому что белорусская экономика поддерживается субсидиями. Порядка свыше 100 миллиардов долларов за буквально минимум 7-8 лет. Это объем в Ливане со стороны России позволяет поддерживать экономику на плаву. Кое-как. Это неэффективная экономика Лукашенко. И вот, собственно, когда десятки тысяч людей вышли на улицу, именно тогда началась реакция Евросоюза. Евросоюз сейчас на всех уровнях. Президенты стран, канцлер Германии принимают Тихановскую. Именно ее признали главой государства. А Лукашенко в лучшем случае встречается с Путиным. Или там может встретиться, в конце концов, с руководителем Северной Кореи. Ну, с Назарбаевым. В общем, он полный изгой. И это не самое трудное. Самое трудное будет в том, что изгой получит фактически такого рода санкции, которые ударят по экономике страны. И в итоге люди будут недовольны. Будет девальвация национальной валюты. Каждый раз нужно делать инъекции. Недавно Путин подписал о займе на сумму полтора миллиардов долларов Беларуси. Но это не будет продолжаться бесконечно, потому что сама Россия балансирует. Сейчас происходит обесценивание российского рубля. Масса проблем в российской экономике. Поэтому, по сути дела, режим Лукашенко для Путина превратится в чемодан без ручки. И бросить жалко. И поднять не унести. Вот теперь мы давайте вернемся к нашей ситуации. Многие, конечно, глубоко не представляют, как был организован митинг. Какие были проблемы. И, наверное, впали в уныние. На самом деле, мы каждый день проводим беседы с активистами, которые участвовали на этих митингах. Это ячейки. У нас их довольно много. Но не соответствует, конечно, тем планам, о которых мы заявили. Мы говорили, что в Алматы, в Астане, в крупных городах, в миллионниках, у нас должно быть тысячу ячеек, приблизительно пять тысяч активистов, соответственно, тех, которые будут организовывать митинги. Сейчас эта цифра у нас не пять тысяч. Ну, в Алматы, в частности, у нас более 500 человек. А мы должны добиться численности не менее пяти тысяч человек активистов. И только тогда, только тогда мы просто без особых проблем добьемся смены режима. Когда в Астане и в Алмате будут ячейки тысячу штук и численностью по пять человек, это пять тысяч активистов. Ну, и в других городах, региональных, по 300 ячеек нам достаточно. Вот, собственно, когда мы эту задачу решим, тогда мы и добьемся смены режима. Что мы должны для этого сделать? Очевидно, что мы должны объединиться, показать нашу силу. Смотрите, что происходит в Беларуси. В Беларуси народ начал объединяться, и, собственно, это привело к тому, что десятки тысяч людей выходят на улицу. Конечно, там наши нетерпеливые граждане говорят, ой, уже почти два месяца скоро будет, они выходят на улицу, да до сих пор не сменили режим. Да, но Лукашенко у власти было 26 лет. Вы хотите, чтобы произошли чудеса? 26 лет молчали, терпели, потом раз и за неделю все поменяли. Так не бывает. Любой продукт он зреет, любой плод зреет. И сейчас там довольно идут мощные процессы, объединительные. Они не только объединительные, но и обучающиеся. И нам нужно учиться у белорусов, а в чем-то им нужно учиться у нас. Чем она в частности? Я хочу сказать, что система построения ячеек, во-первых. Во-вторых, то, что именно в нашей стране мы понимаем, куда двигаться. Будем строить парламентскую республику, выборы местной власти на всех уровнях. Мы ликвидируем должность президента, и мы знаем, куда развивать нашу экономику. А именно ориентир на ведущие страны мира. Это Америка и Европа. Хотя у белорусов сейчас часть пути пройдена, они научились формировать разные силы, обедняться. Но у них нет пока главного, куда идет страна. У них нет единого штаба, у них нет разных ячеек, нет сотен и тысяч организаторов. Есть инициатива граждан, есть самоорганизация, это очень важно. Им осталось буквально сделать часть ту, которая у нас уже сделана, а нам наоборот. Надо сделать следующие шаги, чтобы добиться, чтобы мы могли выходить тысячами, как белорусы. Собственно, мы двигаемся по определенной логике, то же самое, они двигаются с другой стороны, по сути, получается то же самое. Для чего нужны субботажи? Нам нужно объединяться. Нам нужен такой механизм безопасный, который позволил бы свободно выходить на тельные акции, знакомиться с друг другом и осознавать и понимать, что нас, желающих перемен, десятки тысяч. Да, мы пишем и везде, что нас десятки, сотни тысяч, но все эти митинги показывают, что хотя выходит значительное количество людей, они ощущают себя как бы одиночками, даже если это группа из пяти человек или из десяти человек. Они еще не научились объединяться, сближаться, формировать колонны, группы, я именно говорю о нашей действительности. Поэтому нам нужно проводить разные акции, которые способствуют объединению. Сейчас белорусы, в частности, идут по нашим пути, они объединяются в дворах, проводят так называемые субботажи в своих дворах. Вы видели, я выставлял видео, когда именно дворовые встречи происходят, играет музыка, встречаются с детьми, люди сближаются и когда начинаются акции протеста, люди выходят дворами на акции протеста. И таким образом им удается создать колонны протестующих, которые объединяются и превращаются в гигантскую волну. Шаг за шагом все это приведет к тому, что количество протестующих еще больше вырастет и режим падет очевидно. И особенно при поддержке западных стран. Это произойдет неизбежно. Поэтому мы должны субботаж использовать как способ объединения. Ну а как же так? Смотрите, абсолютно безопасный. Вы идете в места обычно, где массовых прогулок. Ну, в каждом городе есть парки, сквер и так далее, где обычно люди гуляют. Эти места мы сегодня опубликовали. Такого рода действия мы проводили в середине июня, в июле. И поэтому пока относительно тепло, особенно на юге Казахстана, и не холодно в северных частях или в западной части Казахстана, мы вполне можем проводить такого рода мероприятия, где не нужно озвучивать никакие политические требования. Музыка, танцы, прогулка, игра на музыкальных инструментах. Это и сейчас происходит. Но сейчас мы это хотим развернуть и сделать более массовым, чтобы вы понимали, что нас много. Когда мы летом проводили такого рода акции, очень много наших сторонников говорили, которые проживают именно в этих местах, где мы организовывали субботажи. Они говорили, обычно, когда проводятся те или иные мероприятия, какое-то количество людей там гуляет. Но после того, как мы объявили о субботаже, то количество присутствующих многократно выросло. Это в любом случае показатель того, что наших сторонников много. И да, летом власть умудрялась, ссылаясь на карантин, проводить дезинфекционные работы именно в тот день, когда мы объявляли. Например, мы объявляли в субботу. Власть объявила, что суббота воскресения, это именно в эти дни свирепствует вирус. Мы объявили в пятницу. В пятницу они проводили именно, например, в Алматы дезинфекционные работы разным путем, мешая людям просто гулять и отдыхать. При этом в четверг не было никаких проблем. Ну, значит, наступит день, когда мы объявим все дни, все дни как субботаж, и власть будет выглядеть безумно. Сейчас ситуация очень сильно изменилась, уважаемые друзья. Сильно изменилась, потому что на Казахстан идет давление со стороны Еврокомиссии. Ну, в частности, было сделано замечание, что Казахстан злоупотребляет возможностями санитарных врачей, ссылаясь на карантин. И эти действия все направлены на подавление прав и свобод граждан Казахстана. И я могу сказать так. Вся наша политическая верхушка держит свои основные богатства за рубежом. В Америке, в Европе или в каких-то таких странах, где четко действуют именно демократические процедуры и наказания, безусловно. И поэтому не за горами санкции, которые сейчас объявлены против Беларуси, против Лукашенко, не за горами эти санкции и против Назарбаева ближайшего окружения. И это возможно только тогда, когда мы активно будем выступать, когда нас будут тысячи, и мы тогда получим поддержку. Многие из вас считают, что нужно писать куда-то письма, обращаться и так далее. Это сейчас не будет иметь никакого эффекта. Мы должны внутри показать, что недовольных много, мы должны объединяться и выходить на митинги, выходить на субботажи. Власть, как известно, будет делать ошибки, делать дурацкие шаги. Они будут выглядеть идиотами и негодяями. Это, безусловно, вызовет реакцию и, безусловно, за этим последуют какие-то санкционные действия. Но до этого мы должны научиться объединяться и выводить на акции протеста десятки тысяч людей. Давайте действовать пошагово. В ближайшее время мы объявим о дне нового митинга. Но до того, как мы будем проводить митинги, их организовывать, я буду рассказывать, какие были ошибки совершены на предыдущих митингах. Все время буду детализировать, рассказывать, описывать. Эти ошибки, очевидно, они были стандартными. Протестующих было много. Как минимум, несколько тысяч было в Алматы, если говорить об Алматы. И именно ошибки, ошибочные действия представителей наших ячеек еще не готовы у нас действовать как един организм. Мы делаем важные шаги по организации ячеек. И это очевидно, почему люди делают такие ошибки. Но ошибки будут исправляться. Мы будем извлекать уроки из таких действий. И следующие наши митинги будут все больше и больше по численности. И мы добьемся в конце концов успеха. Поэтому, уважаемые друзья, мы сейчас объявляем о субботаже. Субботаж состоится в пятницу, в субботу по всем городам Казахстана. Я сейчас не буду описывать детали, но когда звучат недоуменные вопросы, почему политическая организация объявляет субботажи, я отвечаю еще раз. Такого рода акции предназначены для объединения наших сторонников, чтобы была форма такая безопасная, чтобы полиция не имела возможности прицепиться. Любые действия полиции, если они будут препятствовать субботажу, сразу выглядели бы как нарушение действующего законодательства. А нам, в свою очередь, это позволит объединяться, познакомиться и при этом позволит на следующие митинги выводить все больше и больше людей. При этом субботажи проводятся креативно. Вы посмотрите, как в Беларуси музыка, танцы, дети, все это очень красиво. И мы тоже должны так сделать красиво, мы делали это летом. Поэтому я призываю вас в пятницу, в субботу в своих городах и населенных пунктах выходить на праздник. Праздник объединения, мы все равно объеднимся. Нам достаточно один раз создать колонну из двух тысяч человек или из тысячи в зависимости от города и этот протест не остановить. Еще раз хочу напомнить, 15 июня в Минске собрались всего 1600 человек, 15 июля 63 тысячи, 9 августа почти 300 тысяч человек. Это все белорусы добились, организовали за два месяца. Мы тоже можем это сделать. Другой вопрос, что нам нужно сделать еще ряд действий, чтобы режим ушел. Но в любом случае за всем этим стоит объединение. За всем этим стоит следующее. Мы должны сформировать значительную массу. Сколько бы много не было полицейских и в каждом городе, как в Алматы и Астана не будет больше трех тысяч. Такие города, как Шимкент, их не будет больше тысячи, в Ахтау 700 человек. Поэтому у нас есть большой потенциал для роста, для объединения. У режима его нет. И мы в любом случае научимся объединяться и поэтому субботаж именно преследует такую цель. Давайте объединяться завтра, в пятницу и в субботу с 17 часов до 22 часов мы ждем вас на субботажах, мы ждем от вас съемок, мы ждем от вас танцев, музыкальных инструментов, плясок, без политических лозунгов. В любом случае это большой шаг к объединению. Давайте действовать, давайте объединяться и давайте в этом году добьемся смены режима на султана Назарбаева. Алга, Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует...